ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ГИБДД напомнило, что каждый гражданин России может помочь в борьбе с нарушителями правил дорожного движения. В письменном заявлении необходимо указывать дату, время и адрес правонарушения, а также регистрационный знак транспортного средства, модель и цвет. Доказательства, фото или видеосъемка. Анонимки ведомство рассматривать не будет. Также специальная форма для сообщения о случаях игнорирования ПДД есть на сайте госавтоинспекции. ТРАССА 101 Будущих водителей снова пугают увеличением стоимости обучения в автошколах. Якобы это произойдет весной. Цены вырастут до 15%. Обусловлено это будет подорожанием бензина, но главное вступлением в силу с 1 апреля новых правил сдачи экзаменов на права. Напомню, что практическую часть автодром и город объединят в одно испытание. ТРАССА 101 На среднюю зарплату в Кировской области сейчас можно купить 620 литров 92-го бензина, если ничего другого не покупать. По этому показателю наш регион находится на 75-м месте из 85-ти. Средняя цифра по стране – тысяча с небольшим литров, информирует РИА Новости. Последние места в перечне достались Карачаево-Черкесии, Дагестану и Ивановской области – от 500 до 600 литров. Первые – Ямало-Ненецкому автономному округу и Москве – порядка 2000 литров горючего. ТРАССА 101 Киа СИД получит в России новый бензиновый турбомотор. Агрегат объемом полтора литра выдает полторы сотни лошадиных сил. Работать он будет в паре с семиступенчатым роботом. А вот 140-сильный двигатель объемом 1,4 наоборот уйдет в небытие. О сроках начала продажи машин с новой силовой установкой не сообщается. Сейчас СИД, добавлю, доступен в кузове хэтчбэк и универсал. Минимальная стоимость – 1,3 млн. рублей. ТРАССА 101 Социальный карпулинг звучит-то как страшно. Такую штуку власти Москвы собираются протестировать в ближайшие годы. Суть в том, чтобы дать жителям отдаленных районов, куда не ходит общественный транспорт, возможность передвигаться на попутках по приемлемым ценам. Что-то вроде бла-бла-кара. К водителям при этом будет предъявляться ряд требований. Определенный стаж, полностью исправный автомобиль, не более двух поездок за сутки, иначе это превратится в банальный извоз. Оплата только по безналу. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok